Итак, человек, которого зовут Мудрецом, начать! Нас ждут богатства, пираты и всё такое. Доброе утро, Дункан, сюда! Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашёл того, кто купит оставшийся сахар! Большая удача! Да, ты мне испортил всё прикрытие. Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привёз меня. Ему я представился чужим именем. Счёт, возьми, выкрутился. Мудро. Сведимся, Боннетт. Удачи. Что-то меня всё испортило. Твои пунктуальны, Дункан. Ты как думал, как я должен был приходить? Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более десяти лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс, это так? Думаю, ты узнаёшь это. Нет, он будет молчать. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Лоренцо Торрес. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си. Син Дуда. Обсерватория инструмент, созданный предвечами. Она поистине бесценна. Предвечами? Эдвард, конечно же, в душе не понимает, что происходит. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведём дело до конца. Да. Вообще, голоса нормальные. Я не знаю, почему кто-то жалуется на русскую озвучку. Нормальные. Плохой маршрут, Торрес. Мы выязвимы. Да, пустовато. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца. Любой сыной. Я защищаю. Сверху. Они на крышах. Кошкин, ну что, мы убрали одного. А прикольно, что он кровавлят. Следите на улице. Там на крыше парень. По мне ещё целится. Да, так приятно. Стража на нашей стороне. Хотя бы когда-то. Защищать мудреца. Защищать мудреца. Все хп уже слили. Чёрт, я не знаю, где они. Аго, быстрее. Еле-еле успел в борт поставить. Сейчас смог защитить. Чёрт возьми. Мудрец сбежал. Схватить. Спользовать бою пистолет. А тебе ловкости не занимать. Я знаю, я ловкий парень. У меня ловкие пальчики. Возьми. Нагоним. Не таких мудрецов я нагонял. Что-то. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Стой. Ноги прострелю. Чё-то возьмите. Почти. Доберёмся. Доберёмся, ребят. Нагоним его. Папка, что не сверху. А, нет. Сверху напали. Ну да, слезем. Теоретически напали сверху. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведём его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денёк у нас, господа. Си. Нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезёт. Вернусь к губернатору. С одобрением нашего дурака-короля. Чё-то мне кажется, свободу в Англии будет действие. Что до вас, сеньор Волпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грациас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Не откажусь. Задание выполнено. Человек, которого зовут мудрецом. Да, сто процессуете, как я хорошо играю вас. Так, оставить отцов. Да. Ну, очень нравится. Я очень доволен миссией. О, курьер. Пират! Спасайся, что может! Пират! Как я не вижу, когда ты лазишь? Его так не схватишь. Это, это Кенвей! Пират! Пират! Спасайся! Сейчас разбился, но я заберу твое... Твое дерьмо. Что ты называешь деньгами? Спасайся, кто может! Пришел, пришел Кенвей! Я уже намучился. Не трогай, пирня! Я не получаю. Капитан Кенвей! Я уже капитан. Амвремевый! Ждал на борту. Меня обозвали капитаном. Да, заведи. Интересно, 7% синхронизации. Это, наверное, только вот этот, так сказать, только пролог? Указывает синхронизация только в прологе? Или общая синхронизация по всей игре? Скорее всего, пролог только. Вряд ли это по всей игре. Хотя, кто это знает. По-моему, одиночная кампания занимает часов 30. Я не помню, там говорили недавно, дней 5 назад говорили. Я уже забыл. В общем, там я посчитал, в общем, часов 70, по-моему, или 100 занимает. Ну, 100 где-то занимает игра с доп-заданиями и всем таким. Так, избегай стычек. Мне интересно, кто это, потому что это все какие-то дебилы, которые просто думают, что они лучше ассасинов. Спасибо за то, что показываете у меня точку на карте. Я сразу могу ее отметить и пробежать те добрые 100 метров. Которые меня отделяют. А как вам, кстати, ассасинский? Пишите комментарии и все остальное. Вот мультиплеер в ассасинске я никогда не любил, а пробовал играть, мне не нравится. Вот именно сингл мне нравится, и всегда ради него я и играл в ассасинскрид. У меня все куплены, кстати, ассасинскриды. Один в коробке, а все другие в юплее. Жалко, это с какими, видимо, я не смог это сделать. Уздрючил тебя. Удрючил тебя. У меня сейчас зарежут. Так и знал. У меня все так первый раз убивают, второй раз я все делаю идеально. Просто первый раз ты понимаешь, как лучше, где твой ассасин упадет, где он может пройти, где не может. А великие гении, которые говорят, ты вначале пройди сам, а потом записывай. Ребята, вы представляете, сколько часов я на это буду тратить? Это раз. Мне не платят столько. Знаете, честно, мне столько не платят, чтобы я перепроходил дважды что-то, чтобы все сделать идеально. И самое главное, деньги наклевать. Мне скучно будет второй раз все это брать, понимаете? Скучно, банально скучно. Вы думаете, что все лосплейщики там дважды все проходят, а они с первого раза все делают. Что-то, опять я облажался. За мной уже конится весь район. Цель я свою до сих пор не нашел. Сейчас меня снова убьют. Ладно, я специально хотел, чтобы меня убили. Потому что я облажался, так сказать, еще и даже не найдя цель. Сейчас надо со всем вниманием подойти. Потому что действительно это сложное задание. Столько охраны. Надо найти правильный подход. Я вот, знаете, меня... Знаете, чему я завидую? Часто вот есть люди, которые играют абсолютно расслабленно. Вот совсем вообще в игры... Мне постоянно надо напрягаться, думать, как пройти, чтобы все сделать. А есть люди, которые просто от природы. Они берут и играют, они вообще не напрягаются. И у них все идеально получают. Я не понимаю, как они это делают. Я всегда напрягаюсь, как я играю. Чтобы что-то для меня хорошо пройти, это я должен практически... Я должен очень сильно напрягаться. То есть он сутря оттачиваться над игрой. И все такое. А когда я это людям говорю, я не думаю, что я просто сумасшедший какой-то. Для меня это, на самом деле, мне нужно, если они этого не сделают. То есть я вообще ничего не смогу говорить. Местного заметили? Ну ладно. Зато, зато вас обоих завалил. Несочный стенд был убил их одновременно, но... Несочный стенд был убил их по очереди. Бежим вперед. Вообще приятно, что Ubisoft сотрудничает... Сотрудничает с Sony. Вот я играю на PlayStation. У меня есть дополнительная миссия. Возьми. Бежать надо. Посмотрим, какие у нас создания есть на карте. Мы сейчас на основное идем. К дополнительному мы успеем прийти. И да, я хочу зайти в таверну, узнать, как там дела. И все такое. Че ты, где я? Вход в таверну. Ладно, через крышу. Я всегда через крышу привык везде заходить, потому что... Я не могу ход на земле найти. Хотя, может, и бы и нет. Получить сведения, давай. Все честно, я тебе деньги, ты не сведения. Бросской конвой заработать много. Че-то, это... Это сколько же километров? 5 реалов. Ну, давай, я бухнул. Внимание! Алькоголь вредит вашему здоровью. Не бить. Теперь я буду вот так вот ходить, проводиться. Как после пьянки в GTA 4. Пости играть не буду, я не люблю азартные игры. Не знаю, я даже... Я знаете, я в дурака не умею играть. Черт возьми, я не хочу. Я не знаю, я не люблю все эти карты. Для меня это скучно. Сейчас я не понимаю, в чем интерес играть в карты. А лучше, я не знаю, какая бы игра ни была, мне просто банально неинтересно играть в карты. Кстати, а это что? Тут можно прятаться? Ну да, кто же додумается, что ассасин с закрытыми дверями. Не знаю, вообще я никогда не любил карты. Выглядит со стороны интересно. Я даже смотреть долго не могу. Потому что это скучно сидеть с картами. Я не знаю, мне это неинтересно. Я не понимаю, как я не понимаю, в чем хайф от курения и так далее. Так же я не понимаю, в чем интерес от карт. Я понимаю, как там на деньги играют, что-то одно, как на удовольствие. Нет, на деньги это одно делает. Это я понимаю. Тут есть явные преимущества. Явно видно, что ты что-то получаешь за свои старания. Да вы спятили! Я вообще не море. Там же куровей. Я задолбал, парень. И поэтому я решил пробить его защитку. Выручили, сэр! За Джеком не пропадет! Не пропадет? Ну и хорошо. Очень хорошо, правда? Черт возьми. Черт возьми. А, чешется. Что тут у нас новое? Да ничего. Заглянул в телефон. Да, хорошо. Где тут? Тут какая-то ценная вещь. А, вот. На веревке? А, на дереве. Не, 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 вылезай, Эдвард. Не, не надо. Там, там неинтересно. Так, уже знаю, как-то попасть. Фагмент. О, песенка. Будем слушать потом на корабле. Это вместо радио. Ребят, это средневековое радио. Вернее, сейчас у нас новое время, да? 17-й сеанс технику, это уже не средневековое. Это новое время. Возьми. Не могу даже забраться наверх. У нас рука и опловка. Охот за страницей, это вообще самое худшее, что есть в этой игре. Да и в третьей части мне не нравился, да, охот за страницей. Видите, его даже может унести. За что? А, это ты парень, привет. Есть претензии? Претензии будут в следующей части, ребят.